Продолжение следует... 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 Что происходит зачастую? С суду энергии получают высшего качества. Но к чему это может привести? Когда человек начинает любить кого-то, вот он увидел кого-то из толпы, и этот человек стал для него выделенным, особенным. Анри Бейль, позже ставший известным под именем псевдонимом Стендаль, в своем трактате о любви назвал процесс этот кристаллизацией. Кристаллизацией вот в каком смысле. Я начинаю кого-то любить, и я вспоминаю этого человека, я думаю о нем, и вспоминаю я ведь именно то, что притягивает меня в нем. Я обращаю внимание на те детали, те его особенности, которые любы мне. И вот так в моем уме, как в мавзолее, выкристаллизовывается этот образ. На самом деле мертвый, имеющий к живому отношение лишь в той мере, что он, этот живой, кого я люблю, является прототипом, по которому я создал эту картину внутри себя. Это то, что благородные ученые называют некроферией. Ведь я, сидя дома и вспоминая свою любимую, не вижу ее перед собой, не касаюсь ее, не чувствую запаха, а я гоняю в голове то, чем она для меня является. Что происходит дальше? Дальше, если вы имеете возможность уже ближе общаться с этим человеком, вы сталкиваетесь с тем, что он живой, что он отличается несколько или очень сильно от того, на что вы рассчитывали. То, что вы выкристаллизовали внутри себя, внутри ума. И тогда, при возможном сближении, происходит следующее. Начинается изнасилование того, кого вы любите. В каком смысле? Если этот человек любит вас, он тоже имеет такой же образ, он тоже лучше знает, каким быть вам. И начинается вот такая работа над партнером. Это все от того, что такого рода любовь, она условна. Она похожа на бизнес, потому что я люблю кого-то, я рассчитываю что-то получить взамен. И если этого не происходит, я не получаю любовь в доступной, в желаемой для меня форме, я ввожу какие-то меры, действия, я начинаю действовать. Что еще бывает? Когда вот так вот я кого-то люблю, такой кухонно-бытовой любовью, то я ведь анализирую свое поведение, включается ум, которого в любви быть не должно. Голова, как вы помните, голова вообще в любви не участвует. Она может только в сексе участвовать. Например. Но без ума, опять. Итак, когда включается вот этот анализ, я начинаю думать, как мне лучше выглядеть, как мне лучше встать, выгоднее, что лучше одеть, какие слова сказать. Я начинаю фактически лгать. Я перестаю быть естественным, перестаю быть самим собой. Если тоже случается с вашим партнером, он тоже делает самое, он становится неестественным, напряженным. Вы, как это называется? Дай водичку. Вы... Вы черным... И что происходит тогда? Значит, я изнасиловал, я стал искусственным. Я, получается, сажаю себя и партнера в тюрьму. Я не свободен. Никакой свободы нет при этом. И как люди расстаются, вот в обычной любви такой, сошлись, разошлись. Когда встречались они, начинали, глаза горят, спать хочется меньше, есть хочется меньше, вы полны сил, энергии, вы вдохновлены, вы любящий. А расстаешься, глаза потухли, устал, там, заболел, все уже знаешь о партнере, вы уже поняли все. Что это такое? Разве это любовь делает с людьми? Нет, это то, что люди делают с любовью. Любовь как нечто великое и возвышенное в отношениях. Да, вообще, любовь... Ведь можно определить любовь как притяжение между любящим и возлюбленным. И тогда это будет воплощаться, проявляться в каких-то отношениях. У любви много аспектов. Можно говорить о любви сексуальной, о любви к ребенку, к родителям, к природе, к музыке. И каждый знает, что это все имеет разные оттенки. Но общего у этого всего то, что это именно открытость вас в сторону партнера, которым является женщина, ребенок, музыка или океан, например. Любовь не является отношениями. Это все ее проявления. По сути, любовь применительно к индивидууму – это ведь просто состояние. Состояние, в котором находится он, его сознание. Если я кого-то люблю, вот я весь в любви. Вот я смотрю на этого человека, и меня окликнули в этот момент. Я поворачиваюсь. Разве я перестаю быть любящим? Нет. Но мое внимание уже все целиком там. Любовь – это состояние. Это сравнивают мистики с благоуханием цветка. Розы, например. Вы подошли к розе, вы ощутили ее запах, вы побывали в этом поле, вы ушли, но она осталась пахнуть, благоухать. Это ее природа, часть ее существа. Она такая. Любовь, можно еще сказать так, это другая сторона осознанности. Когда говорят о духовной любви, подразумевают ведь не переживания, которые возникают, когда вы любите кого-то. А именно ту суть, природу, которая по ту сторону всех форм вашего существа, предмета любви, которая является вот этой трансцендентной глубиной, с которой вы соприкасаетесь. И нырнуть туда можно, только если вы теряете всего себя. Всю себя. В хадисах пророка, аль-хаддиса аль-Кудсия, сказано, твой каждый половой акт священен. Но обратите внимание, что на всех языках ругательства связаны с названиями половых органов или процессов их взаимодействия. Потому что они почитаются как нечто неприличное. Хотя, как было сказано сегодня, мы все появились благодаря сексу на свет. Даже если это было экстракорпоральное оплодотворение, то, чтобы взять материал, это тоже был моносекс такой. Все существуем благодаря сексу. Половые органы неприличные. Все красивое в природе, в живой природе, зачастую тоже связано с сексуальностью. Оперение о птицах, брачные песни, цветы. Цветы – это вообще половые органы растений. Они признаются некоторыми за символ чистоты. Дарим друг другу букетики половых органов. И не думаем об этом. Почему происходит так с непосредственными носителями секса, с сексуальностью, с половыми органами, с актом соединения? У разных народов разные причины. В наших культурах можно перенести ответственность за это на историю про Адама и Еву. Что они вот устыдились, когда узнали, что они голые. Поэтому это стыдно, это надо закрыть. У аборигенов Австралии, в их эпосе «Страна сновидений», они не знают историю об Адаме и Еве. Там просто говорится, что, например, влагалище женщины, оно может сожрать. И мужчины панически боятся этого. Всегда найдется история, оправдывающая это изначальное отношение. Потому что секс для многих людей – коротышек. Он пугающий. Потому что секс и смерть, секс в высшем своем проявлении, максимально возможном, они одного порядка явления. Вы начинаете заниматься сексом, и если вы думаете, анализируете, это просто физиологический акт с последующей потом вознаграждением в виде оргазма, как вот разрядки. Вы – уфу, ху, ху, все, значит, прошло. Но, да, здесь важно вот что еще. Во многих языках нет собственного названия к слову «оргазм». Используется греческое слово. Почему? Почему это связано? С чем это связано? Есть такая теория, недавно я узнал, что, например, слово «удовольствие» в русском языке, хотя оно появилось с 15 по 17 век, вот так внедрилось, один ученый-лингвист говорит, что удовольствие – это уд и воля. Воля уда. Уд – это мужской член. Или, как говорят ученые, лингом. Вот. Воля члена. А где же женский оргазм? А вот здесь содержится тайна за семью печатями. Потому что секс, какой он бывает обычно, вот такой, связанный с физиологией, он всегда… Мужчина спешит, женщина опаздывает. И биологически это абсолютно обусловлено, потому что мужчина должен как можно быстрее в популяции разнести свой геном, покрыть как можно большее количество самок, а женщина, она должна выбрать лучше, она не может стать домом для первого попавшегося. Поэтому она всегда будет тормозить. Что с этим делать? Надо это принять. Принять и что сделать? И простить, да. А, понять и простить. А потом принять. Немного можно. Чтобы расслабиться. Сейчас я сбиваюсь, когда я это начинаю. Значит, пока секс будет физиологией, так будет всегда. Но у секса ведь кроме репродуктивной функции, функции размножения, есть и другая. Знаете, даже частушка есть. Парень что-то с девушкой хочет познакомиться. Не обязательно для размножения. Вот дельфины или шимпанзе-бонобо, они занимаются сексом не только ради воспроизводства. Провести время, попросить прощения, наладить дружеские связи или банан выпросить у партнера. Так у них принято. Вот. Для человека же, как феномена, который может осознавать себя, секс может стать воротами, секс может стать духовным переживанием, религиозным. Почему? Потому что, когда вы начинаете взаимодействовать со своим партнером, и если вы остановили свой ум, а в гите написано, что ум очень поистине трудно обуздать, но это возможно. И возможно сделать две вещи. Либо как-то его остановить и войти в это, либо самим действием, входя в секс, отбросить его, забыть о нем. Критерий вот такой. Партнеры должны каждый из них чувствовать друг друга при взаимодействии так, как если бы каждый из них был один, закрывшись в ванной и никого не было вокруг. Абсолютная расслабленность, полная раскрепощенность. И тогда, если вы следуете принципу медленно и без цели, вы вплываете вот в такое взаимодействие. Если у вас есть цель, а это в обычном сексе, у обычных людей всегда есть половые органы и какой-то процесс, то всегда будет спешка. Всегда. Но если у вас нет цели вот сделать то-то, войти туда-то, дотронуться до этого, то вы просто отпуская свое тело играете, это льется как музыка, как поток воды. И тогда возможно что-то происходит. Ведь заблуждение бытовое такое, обычное, цивилизационное, что мужчина всегда должен хотеть, мочь и так далее, а женщина должна всегда быть желанной и все прочее. Но это не так. Нет никакого должен в этом. Нет никакого этапа, к которому нужно прийти. Это может быть просто взгляд, а может быть и что-то большее, и еще что-то большее. В Камасутре, в одной из Камасутр, а не в Камасшастру, объединяются иногда сказано, что достаточно заниматься один раз в год сексом. Понятно, что это наводит грусть. Но год это символ, символ восстановления. Да. весной листики каждый раз новые на деревьях. Идет лето, осень, зима и опять весна. Это не те листья, что были в прошлом году, это новые. Вот есть одно из пяти классических произведений греческих «Дафнис и Хлоя», лонгу приписываемая второй век, но это условно, где вот этот образ невинности в каждом новом взаимодействии присутствует. Дафнис и Хлоя любят друг друга, но они настолько наивны, что они не знают, как осуществить это. Но они обращаются к женщине-профессионалу, она обучает Дафниса, и дальше он возится с Хлоей, как мышь в носке мышь. Вот. Всё у них получается. Вот каждый раз надо быть... Это время уже, да? надо быть совершенно наивным, открытым, да. Теперь, если говорить о переживаниях, значит, о практиках сексуальных, одной из основополагающих практик сексуальных является аскеза, воздержание. Если аскезу рассматривать просто как правило для тела, то есть не совершать половой акт, не делать ничего самому, просто сдерживаться. Это не будет практикой, это будет полезно для социума, вы не изнасилуете, например, кого-то, но для вас это будет источником напряжения и проблем. Настоящая аскеза, вот, брахмачария по потанжали, само слово брахмачария означает ведь то, что чаще всего об этом говорят, как о воздержании, но суть его вот в чем, брахмачария, то есть очарованность брахманом, очарованность божественным. Что это означает практически по отношению к практикующим? Вы аскет, но у вас есть все еще работают половые органы, вы все еще открыты к восприятию шакти, вездесущей энергии, и вы чувствуете это волнение силы, и чтобы не стать Дартом Вейдером, не перейти на темную сторону силы, следует наслаждаться этим, наслаждаться этим, не говоря себе «нет, нет, это хорошо, это полезно», а наслаждаться именно всем собой. В джокчен об этом говорят как об объединении собственного состояния с переживанием, об интеграции. Это как самадхи, когда вы лишенные каких бы то ни было личностных характеристик эго, просто как наблюдатель, как осознающее нечто, сливаетесь, отождествляетесь с объектом, которым в этом случае является ощущение ваше собственное, и тогда это трансформируется, сублимируется в более высокую форму энергии. Тогда сознание, вот так сливаясь с этим, распускает напряжение напряжение этой энергии и питается этим, растет. Ведь впечатление это одна третья октава пищи по гурджиеву, кроме еды, воздуха, но впечатление это та еда, которая питается растущее сознание. Вот так сливаясь, вы высмаковываете эту энергию, пьете ее. это аскеза, это тоже сексуальная практика, по сути такая же, как тогда, когда вы занимаетесь сексом с партнером. Если занимаются сексом, то первые простые самые шаги к этому, к тому, чтобы это стало практикой, это ритуально делать это. Ритуально это значит все имеет смысл, но смысл надо удерживать не в уме, не в интеллекте, а чтобы это входило в вас, в ваше существо, в ваш организм, в ваше тело. Например, вот классическая такая практика в тантре есть панча макара садхана. Садхана это практика духовная, панча это пять, макара это м, буква м, пять м, потому что там все пять компонентов на букву м начинаются. Во внешней такой простой панча макари употребляют немного зерна мудро, рыбы, мацья, вина, мадира, почти как мадера, и немного мяса, манса. это делаясь особым образом стимулирует, активирует сексуальную энергию в практикующем и дальше делают пятую м, майдхуна садхана, то есть сексуальное соединение, пятый элемент. Брюс Виллис, Йовович, как это осуществляется? Если люди входят в сексуальное соединение, то каждый из них отождествляет себя и партнера с божеством, ну, например, с Шивой и Шакти. И отождествление, визуализация должна быть полная, то есть вы не думаете об этом, не представляете это, а вы как бы видите, чувствуете вот собой. Что это значит? Вы осознаёте это. То есть не надо добиваться оптического видения, что вот у вас четыре руки, например, а вы знаете, что это так. Вы создаёте такое намерение, интенцию. Осознавание здесь является движущейся силой. И когда соединение происходит, тогда активированная сексуальная энергия поднимается вверх, она заполняет всё тело, это называется отжас. Отжас это такая тонкая энергетическая субстанция, которую можно отождествить вот с коконом, с аурой, а в физиологическом проявлении это иммунитет, то есть сила такая. И дальше поднимаясь, она активирует теджас и медхагни. Теджас это огонь сознания, медхагни это вот ясность, ясность восприятия, ясность интеллекта в том числе. Что происходит? Сознание открытое насыщается этой энергией, питается ей, и тогда вот как если бы взять что-то на чём слой пыли или чего-то старого и вот сильно потрясти, это всё слетает. Вот так же сознание лишается всех в этот момент оков обусловленности связывающих, привязывающих его к материи, к сансаре, если можно так сказать. И тогда оно придаётся своей собственной природе. В джокчан об этом говорят как о кармамудре. Есть пословица «без кармамудры нет махамудры». Кармамудра это вот сексуальное соединение, а махамудра это такая нервонического порядка, практика. Вот соединение это символизирует объединением внутреннего Шивы и Шакти, то есть сознания и вашей энергии. Энергия нельзя сказать ваша. Когда говорим об энергии любви, то фактически есть только одна энергия, она может по-разному проявляться. Она универсальна и как сказать имперсонально безусловно совершенно и проходя, проявляясь в той или иной сфере существования, она вот приобретает разные как сказать видимости. Да, да, вот еще. Сексуальная энергия, когда вы что-то практикуете, например, вы чувствуете там по позвоночнику у вас что-то поднимается или зудит где-то или тепло, это ведь не сама энергия. Суфии говорят, что истина не имеет физических проявлений. То, что вы чувствуете, возбуждение, еще что-то, это проявление, следствие, тень этой энергии, ее как результат, ее движение. Но сама она может быть постигнута только вот именно непосредственным восприятием, прямым восприятием. Про секс еще. Про секс же сегодня. Оргазм, когда он является не облегчением, а когда вы делаете все не торопясь, и это охватывает вас целиком, всю вас, вас всего, становится не оргазмом пика, как обычно. Вот схема. можно, да? Можно, да? Каждый знает эту схему. Вот это переживание, это время, это амплитуда. Обычно это выглядит особенно у мужчин вот так, что быстро право. У женщины все происходит медленнее гораздо, медленнее, медленнее. Ну, так вот, если он не спешит, притормаживает, это ассоциирует с медленным подъемом в гору. Вы успеваете привыкнуть к высоте, у вас дыхание нормальное, вы адаптируетесь. Так вот, если оба движутся медленно, тогда вот этого ограничения его нет практически. Идя туда выше, вверх, вы теряете представление о теле собственном, обо всем, о партнере. И такого рода оргазм, как, впрочем, и короткий, но если он тотален, если вы целиком этому отдаетесь. Ведь оргазм это не сексуальное переживание, он лишен сексуальности. Секс есть до. Я, мое тело, ее тело, ааааа, вот это все. Но когда вы в оргазме, если вы целиком ему отдаетесь, и он стряхивает с вас все, включая эго, где вы остаетесь только голым восприятием, переживающим вот этот взрыв, поток энергии, там не остается места сексу, как мыслям, или если вы думаете, ой, я весь в этом, значит, не весь вы в этом. Просто переживание этого момента. Что же еще он сказал? Может быть, все остальное на мастер-классе, потому что по времени там. Давайте всем приветствуем. вечером мастер-классе Лагина. Я даже не знаю, что там делать, ну ладно. мастер-классе мастер-классе Продолжение следует...